Итак, всем привет! Давайте с вами глянем, что происходит на крипторынке сегодня. Биткоин, кстати, очень красиво отбился у нас с вами от нижней границы канала. В очередной раз, посмотрите. И вроде как все начало расти. И вот мы снова поднимаемся уже выше средних значений этого канала, поднимаемся к верхней границе канала. Но здесь, что интересно, загорелись продажи на часовике по ТРДР. Правда, на четырех часах тут нет продаж, то есть это более такой, менее значительный сигнал получается. Но, тем не менее, что мы видим, что может быть здесь в этот раз мы уперлись в сопротивление чуть раньше. Смотрите, это может быть такой горизонтальный канал, ну или практически горизонтальный, внутри вот этого восходящего канала. Так что, тут еще все может быть, не знаю, короче, похоже на то, что рост замедляется в моменте, и все еще может случиться коррекция. Потому что сейчас, конечно, все меняется буквально на глазах. Как только мы видим зеленую свечку, сразу все оптимистично настроены, типа говорят, сейчас пробьем наверх. Но что-то здесь явно мешает нам это сделать уже долгое время. Тем временем вы видели, что произошло со стейблкоином, в кавычках стейблкоином, конечно, USTC. Если вы этим торгуете, так же, как и мы на Bybit и на наших других любимых биржах, то вы по-любому не могли не видеть. USTC со скамившейся стейблкоин от Terra Luna поднялся уже на 6 центов. Вот. Я его, кстати говоря, очень тут неплохо лонганул, о чем писал в телеге у нас. Так что проверьте, подписаны ли вы на нашу телеграмму тоже обязательно. Ну, тут вот, короче, я вышел, смотрю, 100 контрактов у меня осталось, то есть считаю вообще ничто. Но, тем не менее, это все еще может быть такой прикол, что они его накачают обратно на доллар. Я, конечно, не говорю, что так будет, и, скорее всего, так, может быть, и не будет, или долго он там не задержится. Но, если вы помните случай с USDC, USDC, не TC, а DC, когда он падал на 0.60 с чем-то, помните, когда выяснилось, что у Circle, у крупнейшего после Тезера, да, стейблкоин и USDC, треть резервов лежала в FTX, по-моему, или в Solana, в чем там. Вот, этот момент был. Нет, это не тот момент. Это недавно он падал на 0.97. Но тот момент где-то у нас был. Нифига себе, они его убрали, что ли? Короче, он по-любому был в паре USDC, USDT, мне кажется, мы его найдем, если захотим поискать. Но суть не в этом, его не обязательно даже видеть. Давайте глянем, конечно. Да, вот он был, момент. Сквиз был аж... Ой, не, ну здесь... Это уже совсем какие-то приколы. Слушайте, на Binance по 0.2 были сквизы. По 0.2 можно было купить доллар и по 4 продать. Ну вы поняли, короче, что я имею в виду. И мы, собственно, это с вами и делали, если вы помните. USDC стоил реально 0.60 с чем-то. И мы его там купили. Ну я его там купил, написал об этом в Телеграме опять же. И по 0.99 продал. Вот. Здесь может быть такой же, конечно же, трейд, в принципе, с этим USDC потенциальный. Если сейчас, скажем, они спасут FTX, завалят Binance. Вы же помните, что FTX тоже был аффилирован со всеми этими SEC'ами, Gensler'ами и всей этой компанией. FRS США, короче, и с печатным станком. Так что они могут легко взять его сейчас, реанимировать и вернуть этот USDC, например, на доллар. Правда, что я такое говорю? USDC – это Terra Luna, но Terra Luna тоже была жестко аффилирована с FTX и со всеми этими Alameda Research'ами. Так что они могут все это сделать еще. Поэтому держите это в голове. И, ну, не на много, но там на 1%, я не знаю, от портфеля, если хотите рискнуть, можно набрать этого USDC. Даже сейчас по 5 центов. А в целом он, конечно же, выглядит так, что он идет корректироваться вот сюда, на предыдущую линию сопротивления в районе 0.49, собственно. 0.49, 0.47. Ну, в общем говоря, 0.5. Да, вот он уже практически там. И сейчас будем посмотреть, что происходит. Если мы пробиваем вот это сопротивление, то там дальнейший рост, походу. Надо было тысячу хотя бы контрактов составлять, а не сто. Ну, ладно, в общем, смотрим на USDC, потому что это сейчас некий локомотив, опять же, всего этого движения. Смотрим, что еще у нас происходит по-другим. Эфир. Эфириум. Эфириум тоже, кстати говоря, под речком-то держится, если что, выше 2000. 2050 долларов, как и золото, кстати, плюс-минус. Я писал вчера об этом, что XAU равно ETH. Это, конечно, забавно. И у нас вышла выжимка из свежего интервью создателя Эфириума, Виталика Бутерина. Если вы не видели, обязательно посмотрите. Сейчас появится у вас сверху. Вот там. Вот. И что тут можно сказать? Эфириум тоже находится в растущем тренде. И все это, конечно, может напоминать какой-то клин, который, опять же, пробьется вниз коррекции. Но если и будет такая коррекция, я думаю, это будет всего лишь заходной на дальнейший рост в долгосроке. Правда, коррекции могут быть разной формы. Они могут быть более долгие, более продолжительные, как было в прошлом цикле с коронадампом, да, с выносом всех. И потом только наверх. Но в этом цикле все может быть и по-другому. Потому что печатный станок усиливается, и кредитный пузырь долго тоже растет экспоненциально. Поэтому с этой точки зрения я удивлен, почему биткоин все еще, почему эфир все еще не 4 тысячи долларов, а биткоин не, ну, биткоин, кстати, уже почти 50, еще не 60, да. Потому что мы с вами разбирали, что фондовый рынок NASDAQ, S&P уже практически all-time high, да, там некоторые имена, типа NVIDIA уже all-time high, золото тоже all-time high. То есть как бы, ну вот золото тоже, посмотрите, оно практически, ему осталось только буквально, вот оно сейчас стоит, как один эфириум. Напишите в комментариях, что вы думаете выгоднее сейчас держать эфириум или золото по такой, по одной и той же цене. Вот, и, кстати говоря, если можем посмотреть график золота к эфиру, вот, да, золото к эфиру 0.99. Посмотрите внимательно, что делало золото к эфиру. Оно стоило недавно 0.37 на пике, да, а до этого вон где оно было, там 12-17. Поэтому тут, конечно, очень интересный волатильный диапазон, вот, но я не знаю, напишите, кто-нибудь торгует золото к эфиру. Это можно делать, кстати, на любой криптобирже, если выходить в PAXG, просто вместо стейблов, выходить не в USDT, а в PAXG, в стейблкоин, привязанный к золоту. Вот, ну, короче говоря, что я вам хотел сказать, не забывайте про вот эти вот покупки и продажи. Хотя, если мы включаем дневку на TRDR, она нам показывает только сильные покупки, причем вот здесь, наверху этого флага. Вот здесь только сильные покупки. Поэтому могут все еще сейчас вынести всех наверх. У меня это остается основной сценарий, я поэтому, собственно, и стою в лонг. Но дисклеймерный финансовый совет, вы все решения принимаете сами. По газу, кто следит за моим трейдом, я его вытягиваю из просадки на МЕКСе, добираю газ потихонечку, добираю газ и частично перекрываю маржу из стеллар лонга и из других бирж. МЕКС еще перевел тысячу, вот только что заарбитраживал с гейта, там был плюс, здесь был минус, который надо вытягивать. Думаю, что газ этот тоже стрельнет. Но вот тут чистая спекуляция, потому что по большому счету он нафиг не нужен, кроме того, чтобы платить комиссию в НИО. А НИО сам уже такой блокчейн-призрак. Поэтому тут, конечно, дисклеймер тоже, не финансовый совет. Вот тут скорее Dash, ребята. Мне нравится очень сейчас, что происходит с Dash. Его все адски просто хейтят. Вот он падает вообще уже без отскоков к битку очень давно. Они там что-то ходят, побираются на рекламу, какие-то донаты, уговаривают всех ставить мастер-ноды. В общем, я думаю, что это дно, как обычно. Помните, какое дно было по эфиру классику, когда он стоил там 4 бакса? Тоже его там скамили несколько раз подряд, атаки 51%. Все такое. Я вам говорил, что не ведитесь на этот фуд. Я думаю, что сейчас будет такая же фигня по Dash к BTC, ну и, соответственно, к доллару. И к эфиру, и ко всему остальному. Просто выстрел из этого клина сразу на несколько иксов. Поэтому, собственно, я держу Dash Long на Bybit, на Gate тоже держу. На Spat я, понятное дело, держу. Вот. И... Ну и вот еще из Твиттера пару картинок я вам покажу. TechDev говорит нам, что начался... Что загорается параболический сигнал на биткоине. По вот этой метрике я точно даже не понимаю, что это за индикатор. Но выглядит примерно как Money Flow. Посмотрите, вот он вышел в зеленую зону. И везде, где это было, вот он отметил стрелочками. Ну и вот Rational Root нам напоминает с вами, что до Халвинга осталось примерно 144 дня. И вот среднее взвешенное, типичное поведение цены. То есть в это время, посмотрите. Плюс-минус мы делаем то же самое. Вот у нас были пики. То есть во времени мы делаем то же самое. У нас были пики циклов, у нас было дно цикла. И вот мы сейчас медленно-медленно растем и постепенно набираем обороты. Так что посмотрим, что будет. Напишите в комментарии, верите ли вы в подобный сценарий, что мы снова покажем на Халвинг хорошие проценты, что биткоин перепишет all-time high. Или вы, медведь, настроены, что все со скамбит, все упадет. Ну или у вас какой-то свой третий вариант. Да все, наверное. Об остальном поговорим в следующем выпуске. Кэндалл Уэйв сказал buy на дневке. Последнее, что он сказал. Bye-bye. И ракета, собственно, готовится. Ракета уже, вот, практически это. Билетики заканчиваются, короче, ребята. Билетики на ракету заканчиваются. Все, всем профитролей. И еще можем поздравить, конечно же, в конце выпуска. Давайте поздравим соло-майнера, который добыл в одиночку самостоятельно блок биткоина. Вот этот вот блок, 818 588, добыл один чувак, который в среднем потратил бы 5 лет на то, чтобы это сделать. И он это сделал. Соответственно, мы его поздравляем. Награда составила 6 биткоинов и 25 миллионов сатоши. То есть примерно 230 тысяч долларов на момент написания. В общем, да, респект. И про майнинг тоже я слышал, что сейчас какие-то новые темы. Легче входить в майнинг снова тем, кто, ну, как бы, непромышленным майнером. У Тона Вейса что-то такое было на канале. В общем, поговорим об этом на следующих стримах. Обязательно подписывайтесь. Проверяйте, проставлен ли лайк, проставлен ли стоп, тейк и написан ли комментарий. Потому что таким образом вы автоматически участвуете в розыгрыше крипты. Все. Всем удачи в торговле и до следующей встречи. Пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА